Чемпионат России Чемпионат России подходит к концу Можете уже оглянуться на прошлые игры Сказать, как вам этот чемпионат Какие игры понравились Может, какие самые яркие игры Вспомните? Русский чемпионат почти закончился Но можно ли вы обратите внимание И помните лучшие игры Какие-то лучшие игры Какие-то лучшие игры Сезон, с большими сезонами У нас много хороших игры Особенно на стадионе В Европа Лиге Севилья в доме С финальной скоростью Это был хайлайт И это был большой игрок В Сенитаре У нас много больших игрок В Леверкузе и Валенсии У нас было много времени Сезон, чтобы помнить Очень хороший сезон Он, конечно же, был непростой Иногда мы хорошо играли Иногда не очень Иногда нам везло Иногда не везло Что могу сказать Игра с Севильей Замечательная была Вообще много игр провели здесь На домашнем стадионе Игра с Севильей Когда мы забили победный мяч В конце игры Ахриашвили его забил Потом Хорошая игра была с Зенитом Но, к сожалению, там выиграть не удалось Там, наоборот Зенит забил на последних минутах Хорошая игра была дома С Ливеркузеном И с Валенсией В Лиге Европы Тоже игры были прекрасные Очень хороший сезон Много памятных игр И, в общем Ну, был тяжелый Виктор, вы уже гарантировали себе Лигу Чемпионов Во-первых С кем бы хотелось сыграть Осенью в группе? Пусть бы еще не вышли Прямо в группу Но все-таки в группе В Секрасне Не квалифируется в группе Стаджа Чемпионов Мы пока не думаем Потому что мы думаем Только на шаг вперед Это следующая игра С Рубином Как бы очень важная Мы пока об этом не думаем Потому что мы думаем Только на шаг вперед Это следующая игра С Рубином Как бы очень важная И нужно все сделать Для того, чтобы Ну, при доле удачи Чтобы заняли мы второе место В Лиге Ну, в российском чемпионате Потом у нас будет Отпуск Потом сборы Потом мы вернемся И уже будем смотреть Вот там достанется В Лиге Чемпионов Ну, туда еще и отобраться Нужно будет В случае чего Поэтому здесь есть только Здесь есть и сейчас Виктор, а есть у вас уверенность В том, что Уфа все-таки сумеет Что-то противопоставить Локомотиву Будут ли они упираться Как на ваш взгляд У вас есть уверенность Или, я не знаю Какая идея Что Уфа Будет играть очень хорошо В Локомотиве Может быть Они играют стаборно Может быть Энергия Не использована И они сделают Что-то Да, мы должны надеяться Это единственная возможность Уфа Уфа Будет победить И потом мы увидим Что мы получим Но Я не думаю Что Уфа Что мы можем сделать В Локомотиве Мы пытаемся Какой матч Самый для вас Огорчительный Отличный для вас И для команды Уфа Ты говоришь Некоторые матча Они впечатлили Тебе Что они Были для тебя Но Какая матча Тебе 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 Надо сказать Тебе Это Это Отличные В плохом Тебе Это Как Валенсия Отсюда Мы были в доме и увидели это в доме, когда мы потеряли в конце, и это были очень важные игры. Есть ли какие-то клубы, которые интересны в тебя? Может быть, они сделают какие-то предложения, чтобы купить тебя? Сейчас мы только фокусируем на этой сезоне, и мы заканчиваем в хорошем способе. И тогда трансферный рынок начнется в сервере, и мы увидим, что случилось, но сейчас я ничего не могу сказать. Но сейчас предложений нет. Следит ли Виктор за гонками бомбардиров? Есть ли какая-то цель на нее все-таки вытащить в концовке и выиграть? Ты смотрел на эту премьер-лигу топ-score-компетитацию? Может быть, у тебя есть идея, что ты хотела бы выиграть больше трансферий и победить? Да, я видел, сколько трансферий трансферий, но для меня это всегда важно, что команда в стандингах. Это не важно для индивидуального успеха. Ты больше счастлив, когда команда победит, и ты не победишь, если ты победишь, и команда не победит. Для меня это спорт, и я хочу оставить это так. Да, я смотрел там список, кто сколько мячей забил, но для меня это не очень важно. Для меня важно, чтобы команда всегда выигрывала, скажем, добивалась результата. А личные какие-то достижения, результаты, это не настолько важно. Я был удоволен, вот если я даже отыграю игру, когда наша команда выиграет, а я не забью ни одного мяча. Это нормально. Виктор, был отличный сезон и ваш, и клуба, спасибо вам за это. Но в начале календарного года был период затяжной из серии без побед. Как вы думаете, с чем это связано? Есть ли какое-либо этому объяснение? Спасибо. Спасибо за сезон, лично это была хорошая сезон для вас и команда. Но вы получили хорошую сезон, да. Но помните, в начале сезона, в последний сезон, в последний сезон, в последний сезон, это были некоторые игры, которые мы не победили. Но вы не можете сказать, что мы не победили против Леверкузан. В Леверкузан, например, мы прошли от этих двух игр, так что вы можете выбрать эти два игры. Ростов, это было в Капе, поэтому это было только один игр, если говорить так. И тогда мы получили в Лиге, я думаю, что мы получили поиски против Уфа, и тогда в Спартаке мы получили хорошие шансы в конце. Уренбург, который получил в последний сезон, и тогда мы играли в Локомотиве, когда мы были очень твердыми. Так что я думаю, что это было объяснение для этих результатов, и это выглядит лучше, чем это было, я думаю. Там нужно рассмотреть все матчи из серии, не в совокупности, а по отдельности. Например, сразу убираем два игры, две игры с Леверкузана, потому что там было две ничьи, да, но мы-то прошли в следующий тур, поэтому как бы они здесь не считаются. Потом мы потеряли, конечно, очки против Уфы. Оренбург там забил на последних минутах. Со Спартаком у нас был хороший матч, в принципе, но мы там просто не реализовали моменты на последних минутах. Единственный матч, который был более-менее такой, ну, плохой, я сказал бы, это с локомотивом, но там мы были просто уставшие из-за предыдущей игры, которая была в Лиге Европы. Поэтому... А, и еще матч в Ростове, но там тоже его нужно рассматривать отдельно, это не чемпионат, это кубок. Поэтому, если вот так вот посмотреть из этой вот всей серии, безвыигрышной, на каждый матч по отдельности, то она не будет выглядеть настолько ужасно, насколько она может выглядеть со стороны. Коллеги, я предлагаю последний вопрос задать Виктору, и дальше уже перейти к вам. Можно спросить вопрос, а где медаль будете хранить в чемпионат России, и какое место займет в коллекции медалей? То есть у вас есть чемпионство шведское, то есть будет ли она выше висеть? Но вы будете получать русскую медаль, медаль в чемпионате, either бронзь или silver. Где вы будете хранить это, где вы будете хранить это? И для вас, лично, что место вы будете хранить между другими трофеями, потому что у вас есть сведеская кубка, сведеская чемпионата, и другие трофеи, и так далее. Ну, я не храню эти медали в специальном месте, я просто, я думаю, что это хорошо иметь их на своем свете, но я не собираюсь, я не собираюсь, что собираюсь медали, собираюсь их, чтобы сделать хорошую самостоятельность. Я просто пытаюсь победить каждый футбол-гейм, и потом мы увидим, как много я получу. Ну, я не из тех людей, которых там отдельная комната или отдельный шкаф под медали, под кубки, я их так не храню, как-то отдельно, близко к себе. Конечно же, приятно, что когда эти трофеи и медали, и прочие вещи, когда они отражены в резюме игрока, но не более того. Конечно же, это еще приятно, что когда они у тебя есть, и это как-то, ну, льстит твоему эго, но я не из тех людей, которые обращают на это какое-то большое внимание. Для меня просто важно хорошо играть, а потом что дадут, то дадут. Спасибо, спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин